Всем привет! На кальдоре 12 октября понедельник. Вы на канале про деньги и рынки. Вашему вниманию представляется второй обзор по текущей ситуации на рынке. В рамках этого обзора мы с вами обсудим, как обычно, очень любопытную тему, которая касается буквально каждого из нас. Итак, давайте сразу посмотрим на пару доллар-рубль. Сейчас на московской бирже пара доллар-рубль торгуются на отметке около 77, но конкретно если говорить 76.99 плюс-минус. Есть у нас попытка небольшого такого отрыва вверх, то есть есть у нас некоторый такой вот выход, да, небольшой объем. И давайте посмотрим по каким целям, то есть куда перспективно мы можем локально прийти. Обращая внимание, что в данный момент времени я буду в основном опираться вот конкретно в этом случае на технический анализ и мы с вами будем каким-то образом отметать, да, текущую ситуацию по новостям. Все объясню почему. Давайте ближе к делу. Значит, по поводу цели. Цель у нас это вот давайте сейчас более крупномасштабно сделаем график для того, чтобы это было понятно. Мы с вами возьмем, значит, временной интервал вот ближайшим максимум от 29 сентября и текущую ситуацию. То есть мы с вами видим такое нисходящее движение вниз. Более того, мы сами видим манипуляцию. Видим вот манипуляция, имею ввиду пробой вот этой локальной поддержки и попытка ухода вверх. То есть с одной стороны это может где-то напоминать, ну такое есть название, как бычий клин, да. То есть бычий клин это, условно говоря, если вот кто разбирается в техническом анализе, это наклонная вниз, но с прорывом вверх, вот эта вот верхняя граница и ухода вверх. То есть, грубо говоря, если еще проще, то мы сами говорим о том, что данная фигура, она предвосхищает движение вверх. Это с одной стороны, но здесь для того, чтобы нам удостовериться именно в этой фигуре, нам, конечно же, необходимо соблюдение условий. Условие должно быть это пробитие вот этой вот линии оранжевой в данном случае, да, и закрепление выше отметки, но если говорить по целям, по ценам, конкретно по курсу, то это выше отметки 77 с половиной долларов рублей за доллар. Более того, ухода вверх пара доллар-рубль по данному сценарию, вот внутри дневной торговли, еще и нам подсказывает торговый индикатор Momentum. То есть, это такой простой индикатор, вот ничего проще нет. Это, по сути, осциллятор, который может нам показывать некоторую локальную техническую дивергенцию. Она тоже нам показывает, что пара находится вот в таком заряженном состоянии, то есть, вот это предыдущее минимум у нас чуть выше с текущего минимума. С другой стороны, мы с вами видим, что пара осциллятора, точнее, вот индикатор осциллятора показывает нам обратную ситуацию. По большому счету, все это предвосхищает к росту. Поэтому, если говорить с точки зрения такого тактического плана, да, то есть, покупки доллара США, причем на короткий период времени, то нам необходимо, конечно же, здесь, скажем так, действовать по сценарию такому более консервативному. То есть, это еще раз повторюсь, пробой вот этой вот нисходящей линии, которая у нас выступает некоторым таким, вот, скажем так, наклонным сопротивлением, да, то есть, закрепление выше отметки 77,5 и с наличием хороших объемов есть перспектива ухода вверх. Все, что торгуется ниже, конечно же, это все может только лишь показать нам тест локальный, да, то есть, мы можем, грубо говоря, дойти вот до этой линии. Сейчас давайте я обрисую, чтобы это было более, скажем так, понятно. Вот мы можем дойти до этой линии, сманипулировать и обратно вернуться вниз. Соответственно, здесь никакого заработка мы в короткосрочную перспективу не поимеем, поэтому здесь рисковать конкретно в этом случае, я думаю, что не стоит. Это вот, кстати говоря, в ответ на вопрос, который мне задавали под предыдущим видео, сегодняшним утренним обзором, по поводу, есть ли смысл купить на короткий срок доллары. Поэтому вот вам ответ. Я думаю, что конкретно сейчас нужно дождаться сигнала и закрепления выше отметки 77,5 рублей за американский доллар. А если говорить на долгосрочную перспективу, то по большому счету мы с вами можем эту же историю посмотреть на более крупном таймфрейме, на дневном. И мы здесь с вами видим, очевидно, что идет накопление, да, то есть идет накопление. Мы с вами видим объем, еще возвращаемся от 22 на 21 апреля объем на покупку. Мы к нему подошли, протестировали. И вот у нас пошли объемы 2 сентября, 8 сентября. Очень большой объем вышел 25 сентября. И глядя на всю эту картину, мы просто видим, что серьезного продавца доллара мы здесь не видим. Несмотря на то, что центральный банк у нас продает доллары в рамках сделки со Сбербанком, в рамках бюджетного правила. Но по факту мы видим с вами то, что крупный участник, ну условно так его назовем, все-таки покупает доллары наоборот. Ну и соответственно на долгосрочную перспективу я полагаю, что частному инвестору нужно, скажем так, следовать за рынком. Поэтому ответ здесь очевиден. На долгосрочную перспективу это от 3 лет и более. А те, кто эти доллары инвестируют в рынок и докопит, например, на свою пенсию, на покупку квартиры, на обучение детей, то здесь я считаю, что в принципе имеет смысл присмотреться. Но в общем-то доллару на долгосрочной перспективе всегда выглядит сильнее по отношению к рублю. Теперь, друзья, переходим ко второму вопросу. Очень внимательно его слушайте. Я хотел бы ваше мнение тоже увидеть в комментариях. А все начинается с того, что мы с вами возвращаемся на сайт Центрального банка России. Давайте я сейчас свое изображение уберу, чтобы оно не отвлекало. И мы здесь видим, что роботы, винтажи, бигдата, то есть и так далее. То есть это все термины из области, так сказать, IT-технологий. Они, вот эти все темы, сейчас внедряются в банки. И все это внедряется для того, чтобы, ну, как бы так сказать, анализировать текущую экономическую ситуацию, принимать решения, использовать для этого искусственный интеллект, оценивать инфляцию. Вот здесь на Форбсе эта статья написана. ЦБ задействует искусственный интеллект для поиска манипуляций на рынке, то есть какие-то недобросовестные действия на рынке. Здесь, например, в статье указано вот на эту же самую тему, что помимо того, что Центральный банк будет использовать искусственный интеллект для оценки инфляции и для оценки, так сказать, вот этих вот манипуляций, то он еще и будет использовать искусственный интеллект для оценки текущей ситуации на валютном рынке. В том числе эта информация, которая будет предоставляться искусственным интеллектом, она будет использоваться для разработки денежно-кредитной политики. То есть мы с вами приходим к какой мысли, к какому выводу, да? А мы с вами приходим к такому выводу, что Банк России пошел, знаете, за хайпом, да, за модой так называемой. То есть он уже не доверяет собственным, так сказать, экономистам, каким-то человеческим мыслям, выводам, да? То есть те люди, которые делают интеллект, так сказать, человеческий по ситуации на рынке, может быть, его, не знаю, этого интеллекта, может быть, не хватает от Центрального банка. Но сейчас не будем эту тему поднимать, но так или иначе, все это приводится к тому, что, например, курсом рубля на рынке, да, то есть пара доллар-рубль, кстати, они обрабатывают эту ситуацию и на алгоритм ЦБ на паре доллар-рубль по данным 2018 года, для того, чтобы принимать решение в перспективе. Так вот, я так понимаю, что они этот искусственный интеллект будут вводить в том числе и на валютный рынок, где пара доллар-рубль будет поддаваться некоторой оценке. И может быть, я вот уже домысливаю, да, что ли, что искусственный интеллект будет формировать какие-то выводы и преподносить это, например, банковским трейдерам, да, то есть Центральным банкирским трейдерам, так это назовем, для того, чтобы управлять валютным курсом. То есть получается, что здесь отпадает, знаете, какая-то, знаете, какая-то человеческая, значит, реальность, да, или какое-то человеческое, значит, человеческое суждение, логика, оценка текущей ситуации, то есть к черту все там наработки, не знаю, нобелевских лауреатов по экономике, к черту все какие-то про теории, практики макро- и микроэкономики, вот искусственный интеллект теперь приходит на замену в принятии решений. Но надо же понимать, и мы с вами прекрасно понимаем о том, что искусственный интеллект, он не может полноценно заменить человека, но это, по-моему, уже даже понимают, наверное, подростки, да, то есть люди совсем молодые, они это тоже понимают, естественно, они используют этот искусственный интеллект, как, не знаете, как просто, как какая-то игра, вот, например, искусственный интеллект от Яндекса, это Алиса, помощник, теперь вот Сбербанк пошел по этой программе, и в конечном итоге искусственный интеллект не может экстренно принять решение, так как это сможет сделать человек, это факт, это очевидность, да. На мой взгляд, вот эта тенденция перехода центрального банка вот к, так сказать, к этим вот всем интеллектам, да, вот к искусственному интеллекту принятия решений, это большая-большая, может быть, даже ошибка, и я боюсь, что это может плохо кончиться, понятно, что, может быть, это все не сразу, но, например, лет так через 10 все это так тоукнется, что мало не покажется. И вот в продолжении темы, товарищ Путин, не знаю, для кого товарищ, для кого господин, короче говоря, президент России Путин, предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении ажно, да, то есть он, значит, берет во внимание Сбербанк, берет практику Сбербанка, как крупнейшего системного банка в России, и внедрять эту тему в госуправлении. И вот еще вам, как сказать, вишенка на торте, эксперты рассказали, для чего мошенники, я сейчас вот как бы мысль раскручу, рассказали, для чего мошенники собирают записи голосов россиян. То есть вы с вами знаете о том, что сейчас многие банки, ну, например, тот же Сбербанк, другие банки, крупные коммерческие банки переходят вот так называемой, скажем так, биометрию, да, то есть собирают биоданные, там, не знаю, голос, не знаю, клетчатку глаза, там, может быть, физиономию, там, сканируют, да, грубо говоря, лицо, для того, чтобы уже имея вот эти вот данные, мы могли, как клиенты, например, этого банка, управлять своими финансовыми потоками. Мы эту тему, кстати, обсуждали, и мы с вами вспоминали эту тему, когда вот была презентация продуктовая Сбера, да, то есть новый бренд, новый Сбер, тогда Герман Греф говорил, что вот, пожалуйста, по улыбке мы можем вас, вас, не знаю, распознать, и вы можете любую провести операцию финансовую, вот, пожалуйста. На самом деле, я вот уже знаю несколько людей, которые реально столкнулись с этой ситуацией, к ним звонили, вроде как от Сбербанка, и, скажем так, выводили их на разговор, да, то есть пытались их разговорить для того, чтобы они смогли ответить коротко «да», там, например, ну, или там какие-то там подтверждают, там, или «это не я», «это не я», и так далее, то есть они, грубо говоря, записывали этот голос, и потом, возможно, этот голос может быть использован как биометрические данные для того, чтобы, ну, условно говоря, просто-напросто провести какие-то схемы, да, вот, по краже денег, например, в том числе, и так далее. Поэтому все это, опять-таки, мы приводим к чему? К искусственному интеллекту, ведь искусственный интеллект якобы все это будет оценивать, и уже это делает, а мы сейчас на уровне Центрального банка вводим эту тему для того, чтобы оценивать, оценивать в том числе и курс доллара, курс рубля. Поэтому я боюсь, что эта тема крайне такая, знаете, неоднозначна, и очень крайне такая, на мой взгляд, с сомнительными перспективами, поэтому давайте будем осторожными. Всю эту тему надо нам отслеживать, все эти новые всякие нововведения, все эти биометрии, все эти искусственные интеллекты, надо нам главным образом оставаться людьми в светлом уме и трезвой памяти. Поэтому делайте выводы, пожалуйста, вот вам информация, и будем с вами оценивать эту перспективу и смотреть. А тем временем пара доллар-рубль у нас чуть-чуть пришагнула выше отметки 77 рублей за американский доллар. Все на этом, пока, до встречи в эфире.